всем привет друзья сегодня мы с вами посмотрим ролик с канала добряк который называется саня кун король обезьян мульт обзор я понял о ком речь название другое у него ну ладно пускай лайк комментарий для продвижения вас друзья мои попрошу бразила те же самые манипуляции только уже со мной напишите комментарий мне поставьте лайк мне я буду начинать так саня кун король обезьян забыл название у меня еще не отошла попа как он называется бунг-бунг-банк как уже выкатили новый китайский соус лайк в котором вуконг вуконг ё-моё он начинается как обычно женщин нету меньшинства чудовища какие-то блин сидел ты где-то у себя в мурина ну я слышал за то что этих твари которые свит беби инк развалилась нахрен компания этих подлюг теперь этот должны работать через раз хотят и там ищет я считаю это очень правильно потому что вы твари жизнь хотят другим портить ну вот вам тоже испортит я в этом плане радикальный пипец нельзя таких тварей прощать если вы их простите последствия они вас не простят они как бы до спустился на облаке и сразу попал на стрелку где ты один и они тоже одни пришли но врага еще не знали с кем рамся знакомьтесь саня кун он же сунь укун он же король обезьян но после мощной потасовки саню все же потушили и теперь другой мартышки придется собрать саню по кускам и тут уже начинается игра где первый же серьезный босс просит нас сложить оружие и вместе помолиться буддю за такую дерзость мы его естественно убили если вы тоже ни хрена не поняли зачем он же вроде хотел подружиться топа начал уж не то уж не православным бога решил помолиться я правильно считаю без креста еще пришел правильно сделал и не поймете без знаний китайского первоисточника а это роман аж на 100 глав который ни одна малютка на моем канале включая меня не читала включая меня хрена вы тут не поймете кто это почему зачем уловить можно только поверхностно ну это и не удивительно знаете сейчас начал смотреть китайские корейские сериалы сериалы да сериал все посмотрел уже грудь начал уже начал эксперты сейчас строить посмотрел парочку некий немножко вот взгляд немножко другой вот на те же вещи на те же вещи на мир них чуть-чуть другой взгляд отличается от нашего и вот от этого не интереснее становится лично для меня вот а то что не новый свежий взгляд на вот на мира вот это не заставляет действительно особенно еду и да это мунгбанк мунгбанк я смотрю как не готовит блин даже не думал что такое вообще можно ну ладно отдельная история но но интересно короче и вот я даже вот задачи трех тел читал понравился очень китайский люцей синий что надо просто иногда иногда на творится в своем вот есть вот свой котел допустим потом кругозор свой вот взял свой кругозор все вот книги только вот определенных писать как мне говорят пишет что только русский читать тогда я почитаю русский книги блин и жить не хочется классиками имею в виду чехов и всяких и толстых это вообще я не могу почитать фильмы тоже смотришь только русский смотри ну ты получаешь свою это вот крутишь свои только диалоги в своем мире ну в принципе ничего в этом плохого нет ну крутись в своем в мире просто маленьком будешь зациклишься в нем просто и все как я сейчас принципе а можно просто расширять кругозор как-то вот это как то это вы и здесь как бы и тех ну и той информации до хренища которая за пределами твоего маленького мерка и в пределах твоего маленького мерка тоже информация хватит тех же советских книг тех же русских я имею в русский то там казахстан да грубо говоря режиме тут с украины эти подписчики зритель смотрят я вот понял зачем что чисто своем варится можно спорить какие-то еще разные разный подход к вещам определенным сильно сейчас даже описание не читают а так бы знали самый лучший смешной телеграм-канал вот он если что но миша самый лучший спешной будет у меня когда я это не понимание происходящего играть в игру но в dark souls ах и первоисточника то не было поэтому понять что то можно только из фанфиков на ютубе однако никто не ноет это типа наоборот фишка а если вы любители риса то все приключения мартышки наизусть скорее всего знаете с детства впитав с молоком баб на папе но для остальных я навел справки про этого примата сейчас все расскажу вот эта обезьяна родилась из камня я училась всяким фишкам наруто у бессмертного монаха типа превращение левитации на облаке и теневому клонированию устроила рэкет на драконов вычеркнул себя из списка мертвых в аду и устроила скандал в преисподней я видел видел я стрим был я как-то раз на стрим заходил к этому добряку как так получилось зашел а стрим я так просто для вам что-то добряк оказывающий стримит устроила рэкет на драконов вычеркнул я как раз вот этот момент рисовал вот знаете друзья мы вот когда я видел не покрашено это все как все это выглядело не скажешь прям ужасно как просто это выглядело и как это выглядит сейчас разница прям колоссальная ни хрена себе как он рисовал копыта он на копыт видит как на туфли похоже смеялся копыт не получается у него рисовать вот это не было интересно выглядит списка мертвых в аду и устроила скандал в преисподней и на небесах съела все персики бессмертия в божественном саду и выпила в крысу бессмертный эликсир на божественной вписке боги пытались из него все это выпарить по металлу и казнить но саня куни стал не только бессмертным но и неуязвимым из-за чего злой санек раздал всем люлей и чуть не устроил революцию и только сам будда смог его запечатать под горой но потом сжалился и заставил сопровождать монаха который отправился в индию за саплятор тит освященными сутрами по пути к ним примкнула похотливая свинина монах шансень и конь дракон и вот они путешествовали преодолевали препятствия защищали монаха от демонов и внимание эти как квадроберы от изнасилования разнообразными фуриями ну и в конце саня стал буддой и с кайфом жил на своей горе собственно на этом все ну то есть персонаж мощный прямо как вадим доча вы его знаете именно благодаря ему вадим доча слышал про него не знаю вышли мульты витали пропианат и протеиновые войны человек прошел от обычного пацана кочки из глубинки до крупнейшего бизнесмена с мощнейшими франшизами ну чё-то бизнес отжали вроде бы китёрки были например зацените какую он выпускает одежду у ля-ля а еще пережил два инфаркта рейдерские захваты и куча с вот-вот-вот рейдерский захват то есть судебных исков и теперь он делится своим опытом своем youtube телеграм и инстаграм каналах бесплатно я понял что реклама но просто информация думаю полезная пускай будет я думаю доча наверное нормально чувак каждый начинающий бизнесмен думает как правильно начать когда у тебя только от сосиски в тесте вот именно для тебя доча поясняет как вести бизнес как правильно и куда инвестировать где взять стартовый капитал как начать с нуля и не прогореть все ну короче оставлю пускай будет . я думаю вот это я думаю нормально будет темно весело и доходчиво для начинающих информация мастхэв даже я все понял и теперь открыл производство трусов хочешь зарабатывать много денег и не попасть в просак прямо сейчас подпишись и я ссылочки в описании оставил я отвлекся но я отвлекся видно что китайцы стараются картинка в игре даже на моей консоли неплохая снег снежный грязь грязный я вообще люблю грязь я грязный человек грязь дизайн персонажей и монстры у мою ну как вам так помягче во-первых да во первых девушка другая мифология тоже интересно я допустим греческой мифологии ну там ну и все но кое-что знаю там славянской мифологии кое-что там знаю там из башкирской чуть-чуть знаком сатарская чуть-чуть кавказ тоже слышал а вот азиатская вообще далеко от меня совсем ушла ну интересно почему где-то почему путь интересно посмотреть не было бы сказать одним словом азиатский и это хорошо хотя нет есть один огромный минус в игре нет ни одного негра небинарной лесбиянки транса да 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 в мусорку хотя погодите да нет маме дай ему а если серьезно вопросики есть к левел дизайну зачем вы даете мне открытое пространство и прячете в них свои секретики если на 90 процентов объектов я не могу запрыгнуть или тупо пройти между скал хотя всегда кажется что можно везде какие-то невидимые стены ты нарывайся ой дурак полет я помню как-то мы я рассказывал как заварами бежали ротой бежим я чё-то как-то не помню чем бежали что-то не очень удобно было я в сторону немножко отбежал а друг друг на пятки наступали что-то как так было не привыкли бегать строим я думаю что самый умный в сторону чуть отбегу а там рота конечно на встречу бежала там вроде один такой же умный как я попался как бы с ней лбами столкнулись и у меня так искрепили теле по со стороны ай блин больно как было ну ладно не везде но в основном выглядит все это вот так я не хочу быть мимом я иногда клоун на ютубе дайте мне упасть с обрыва самое забавное что в каких-то местах упасть все же можно а какого хрена со сложностью тут тоже странно это вроде как хардкорный слэшер и порой действительно бывает тяжело у этот мастер-шиф которого выращивался тигр был забыл как вот тайлунг тайлунг но всегда можно позвать теневых братюнь которые сделают всю работу за тебя ну или заморозить оглушить скалгана уйти в невидимость или вообще в неуязвимость превратившись в имбовую херню или в камень в конце концов просто тупо сесть на кол чтобы тебя никто не доставал и еще куча всего из-за чего многие боссы успевают только пук да накал его посадить и сразу же обратно в вальгалу или как там у них дьюй кстати пишите в комментариях если хотите чтобы сделал ролик по китайской мифологии и в отдельности про сунь у куна с одной стороны в игре интересно сделал про китайскую да я бы хотел посмотреть большое разнообразие с другой у тебя есть только палка а ну и копьё на 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 попал в глаз пока все которые ты хрен найдешь как и все здесь запрятано так что миядзаки уже купил себе сиди по крайней мере он не додумался засунуть важнейший хаб игры в секретную мать его локацию а только там ты можешь прокачать свою амуницию ну еще растить растения торговать и отложить личинку гениально гениально если бы не гайды я бы даже и не знал об этом да я прошел заглядывая в гайды и вам советую самостоятельно найти все нереально а там скрыта куча контента и целые огромные локации пропустите почти четверть игры ну вот как я должен понять что на нас продлились ради тоже так делаю я вот играл в игру everland 2 и там лес лес призраков что такую леску и был я вот не мог попросили как пока я гайд не посмотрел и сам не смог пройти я дорожился тратился у меня была мысль конечно на но и что-то гайд посмотрел я оказал что был правда надо спасти потом отогреть мужика и найти его внимание спрыгнув с обрыва когда игра тебе дала четко понять что везде невидимые стены и дать ему понюхать обезьянью жопу среди арбузов иначе не получишь настоящую концовку вообще вся игра это почти раш из боссов которых тут аж под сотку и повторяются из них по сути только жабки и вот эти какашки ну то есть навалили от души и разнообразно между боссами конечно дают поизучать локации и покромсать рядовых мобиков просторы действительно уникальные и интересные кроме паучьей ямы это душнина еще так кто придумывает лабиринты в играх я ваших мам люблю лучше уж по ядовитым болотом бегать в остальном же игра хорошая меня так заинтересовал сеттинг что я аж начал углубляться во всю эту даоску и буддийскую тему и планирую все-таки полностью прочитать путешествие на запад ну а у меня на сегодня все подписан а путешествие на запад называется у меня как есть книга такая скачал или хотел скачать путешествие на запад называется сейчас скажу не важно это короче была отсылка в этом задачи трех тел на мой телеграм-канал и бусти ставьте лайки и до новых встреч по-моему путешествие на запад что такое называлось да по-моему называлась как-то вот так как резко пробовалось ладно ладно вот такая друзья реакция на сегодня с вами получилось понравилось или нет напишите комментариях ставьте лайки делайте репосты будьте клёвыми и всем пока делай как по кайфу родной только в рамках дозволено начинка . как дон